я приветствую всех гостей и подписчиков канала 18 соток и сегодня расскажу вам как можно размножить сверх острый перец сегодня мы рассмотрим два способа размножения черенками первый способ у нас будет обрезка черенков и укоренения и второй способ это воздушное укоренение для первого способа нам понадобится какой-нибудь черенок но сейчас я стану череночек мы будем брать два черенка один возьмем с верхней части и во второй возьмем среднюю часть и посмотрим какая часть лучше укорениться так я взял два черенка один верхушку такая вот и второй черенок промежуточным нам понадобится темный пузырек обязательно что у него свет не попадал если будет свет него попадать соответственно счет расти водоросли если начинает расти водоросли соответственно забивается само растение и растение занимает вот так вот это первый способ и поставим где-то в тенечке в таком отместе главное подальше от солнечных лучей для второго способа нам понадобится растущие растения вот у нас до высадки месяц мы сейчас попробуем на этом растении получить корешки укоренить вот этот вот участок этом участке мы сейчас уберем часть коры до самой древесины делаем колечко колечко без коры вот я сделал порвались двух сторон если на конечно видно идет острым лезвием сейчас мы попробуем убрать кору пролезать надо только саму кору не повреждает древесину саму вот все сняли аккуратненько у нас получилось вот такое вот колечко теперь мы будем использовать мох можно использовать как лесной мох так мог спагну можно даже использовать обычную паклю пакли это лен сантехнический лен это все органика теперь это место нам придется обмотать либо мхом лесным либо мхом спагнум вот я с пленки сколько полиэтилена вырезал такую полосочку вот у меня есть но спагнум такой вот он хорошо держит глав теперь немножко спушить теперь накладываем его на пленочку и затем оборачиваем срез вот я обмотал сейчас скотчем зафиксируйте снизу и зафиксирую верху оставлю только небольшое место через которое можно будет поливать спагнума можно наматывать больше чтобы большой был кусок если вы не хотите довольно часто поливать я буду поливать через день по чуть-чуть поливать можно чистой водой можете применить какие-то корнеобразователи растение хоть так хоть так даст корешки корнеобразователем даст быстрее без корнеобразователя даст это через месяц я буду поливать чистой водой вот все готово уже вот здесь небольшое отверстие для полива все спагнум очень хорошо держит влагу теперь остается только ждать прошел месяц вот наши два череночка которые мы поставили в водичка давайте поспорим что получилось у нас получилось у нас вот что мы можем видеть у нас на росли вот такие вот корешки но и на втором это не участник уже будет обрезать трава какая-то поприлипала ну вот подрезается не это удаляется мудры вместе с ним оставить и высаживать вот видите уже пошли новые побеги вверху сейчас будем сажать вот я подготовил два горшочка посыпал немножко земли теперь будем сажать черенки правда неудобно метод и здесь сплошные заросли такой вот череночек и опускаем его вот так вставили один это сорт 7 под прямо оранж сверху острый сорт вот так ниже опустим заглубим и прицепим земелькой так одной рукой снимать засыпать неудобно все все сыпли покажу и так две наши растишки посажены сейчас на сверх яркое солнышко не надо ставить вот так вот в тенечке донезут меня растут под перцем с кофе очки не дня три четыре постоят потом будем постепенно потихонечку приучать их солнышку чуть-чуть надо будет их подсушивать сейчас пока нельзя пока не полностью не укореняться туда послушать это недели через три давайте посмотрим что у нас получилось вот эти вот перчиком появились корешки месяц я прошел подожат если посмотреть навязались плоды и у нас вот они вот еще одна веточка нас пошла вот на ней тоже 9 9 9 отходы хотя они нам уже не нужны сильно сильно длинные ветви это придется все обрезать тринедад морога скорпион видите вот такие вот висят они вот еще сейчас размотаем посмотрим так как вы видите смотрите сколько корешков наросло снять мог с фагнумом он довольно плотный так что не повредить корешки корешки тоже отрывается таких случаях я никогда не снимаю с фагнумом я вместе с фагнумом и сажаю он очень хорошо держит плану это вам показать что вы видели сколько здесь корней корней здесь наросло просто нереально так сейчас я его обрежу и вот перчик на 6 и перчик придется удать удалить удалите цветочки все это удалить ничего сейчас на ваш пути посадим и в этом году он будет высажен на участке и будет давать нам плоды так вот и обрезан скорпиончиками тяжелиться у него появилась вот смотрите каком горшке растет этот перец он растет битровом горшке вот он сам внизу сверху него еще один стоит вот этот перчик скорпиончик наш вот я сделал мы срез потом отсюда начнет формироваться новый кустик вот так как куст вы видите смотрите какое тут он глаза какая длинная вот еще тут если цвета будут удаляться мне это все не нужно это перчик вот эти все цветочки вот что значит когда перец хочет жить я его не кормлю до высадки в грунт отрываем он такой перчик у нас вырос грубо говоря за три недели все цветочки какие были все завязались а полностью вот все это будет удаляться это все посадится у нас я смотрю горшочек если это дело посадим вот еще будет удаляться все цветочки цвета надо удалять и вот ставим вот такой вот кустик с такими вот корешками это воздушное укоренение смотрите сколько корней корней просто нереально вот сейчас вам покажу здесь еще еще одни перчики которые тоже не кормлю когда они хотят жить они сразу формируют завязи и тем самым пытаются выжить так сейчас положим это здесь тут у меня нереальные заросли если посмотреть тут просто все заросло вот у нас савен под рейне вот смотрим видите вот это все в наши завязи вот завязи 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 вот здесь вот у нас везде одни сплошные завязи посмотрите что творится вверху и она считал 47 штук это вот 47 вот он растет у меня вот такому с 5 литровом горшке этому растений уже третий год я их не кормлю перед высадкой в грунт если бы я сейчас бы хоть чуть-чуть бы покормил бы его он бы сразу сбросил бы цветы и начал бы свой рост и получилось что-то наподобие вот такого вот вот таких вот заросли хотя это тоже не кормил и дать питательных веществ у него гораздо больше вот он начинает свистил такие вот маленькие цветочки выбрасывает ну пока не буду его кормить пока он будет завязывать перчики как только я накормлю его он сразу сбросить все цветы и начнет свой рост буйный ну смотрите видите тут очень-очень-очень там он тоже цветет завязывается завязывается заглядывается так убрал не может спалма видите сколько корней вот он как рост нас вот так вот все корешки вниз вот так вот веточка была у нас корни растут вниз верхняя часть не растет вот колечко это сейчас я по колечко по вот это вот вот здесь отрежем полностью ну немножко небольшой кусочек оставить возьмем небольшой горшочек и посадим его прольем хорошо и сильно проливать нельзя чтобы это растение у нас нормально укоренилась и посадим на солнышку такой вот час получился большой череночек все перчики все удалил вот наши скорпиончики лежат и он даст нам хороший вырожай сейчас будем сажать все наши черенки вот я подготовил почву так как черенок довольно таки приличный он где-то у нас тут сантиметров нара 20 20 25 вот я ударил чтоб показать вам сколько наросло корней корни очень корни всегда растут вниз если будете укоренять воздушным способом корневая система появляется только внизу вот срез наш так вот берем горшочек вот такой вот так как черенок очень большой горшочек мы возьмем где-то 350 миллилитров вот такой 350 400 миллилитров так я дренаж не сложить не буду почему потому что я буду все это пересаживать через время так немножко подсыпаем его он пустит у нас воздушные корни еще углубиться вот так надо аккуратненько аккуратненько чтобы не повредить ему корешки до держать снимать не лучший способ пробуем сильно не прижимать под наклоном мы его польем поставим самом начале надо ставить не на солнце он должен быть в притяненном месте потому что корневая система очень слабо еще не развита вот когда мы будем с вами укоренять вот укоренили уже и посадили через две недели мы должны будем подкормить растения это обязательно для того чтобы у нас наросла хорошая корневая система вот так вот так как я буду высаживать его в открытый грунт дренаж я не ложился да вот так подкармливать можно гумусом гуматами всевозможными растений это вполне хватит так как у нас перец сильно прожорливый если вы его хорошо накормите соответственно корневая система останется маленькая он начнет сам расти сам наращивать массу и как бы растение вас просто вытянется очень будет слабая может погибнуть так что сейчас мы его прольем и поставим такое место притяненное будем ждать пока не появятся новые ростки проливая один раз мы проливаем с вами хорошо чтоб водичка нас вышла полностью свой горшок и с той стороны вытекла потом будем проливать только по краю можем пролить по краю для чего мы будем поливать с вами по краю так поливаем для того чтобы корневая система тянулась от центра ближе к краям если мы будем поливать посередине корневая система так тут и останется таким небольшим комком а так проливаем вот так вот по краю с вами прошлись и всего потекла водичка наша так все вот у меня еще укорененный черенком это ракота желтый ракота такой череночек там был укоренен это месяц назад посажен он был вообще маханьки там и такой вот наверно сейчас видите смотрите сколько наросло на нем если будете укоренять укоренять надо обязательно черенками которым же три-четыре месяца черенок чем толще тем он будет лучше главное чтобы он не был сильно одревесневший вот такой вот как бы самый нормальный хорошо укореняется промежуточные черенки вот если пример пару листиков вас и это здесь отрезаете верхушки чуть-чуть хуже укореняются если вы срезаете обязательно обратите внимание на торец среза черенок должен быть обязательно не пора не полый а уже древесина должна быть в самом черенке если вас черенок будет внутри с полостью это называется трубчатые такой черенок сразу ценят это через неделю через две он полностью выгнеть так что черенки не должны быть полыми тут у меня на балконе еще куча пилароний в общем как вы видите тут не проехать не пройти так что такие красавцы меня растут смотрите света не хватаете тянутся тянутся этому света хватает как видите он сразу весь соответственно завязался размножайте перцы черенками если у вас есть двух-трехлетние растения вы можете его почеренковать хорошо черенковать конечно весной и осенью осенью конечно будет до двух месяцев пока не пустит корешки и неплохо приживается потому что не хватает света лампы я пробовал под лампами нет это не годится почему потому что они сбрасывают листья и корички начинают заниматься нажать на что был солнечный свет без разницы какая сторона южная либо это вас восточная сторона роли не играет главное чтобы был именно свет продолжительность света не обязательно зиме там досвечивать ничего не нужно просто посоли на окошко его чтобы было тепло и самое самое главное емкость которую будете укоренять его должна быть темная не должен попадать солнечный свет образуется сразу говорю образуется зеленая такая ничатая водоросль которая оболакует черенок сам черенок задыхается и занимает так что выращивайте и размножайте черенками всем удачи и до новых встреч